Зарабатывали на невнимательности пенсионеров. В этом подозревают трех жителей Казани. По версии следствия, назвавшись представителями газовой службы, они навязывали одиноким пожилым людям услуги по замене газового оборудования. Утверждали, что работы эти обязательны, отказ чреват громадными штрафами. А в случае согласия, больше половины стоимости берет на себя государство. Всего на данный момент по делу проходит 76 потерпевших. Общий нанесенный им ущерб составил более 600 тысяч рублей. Нафиса Минязова продолжит. Оперативники задержали подозреваемых накануне в их собственном офисе. Следственной частью ГУСУ и МВД по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до 6 лет. Сегодня в наручниках троих подозреваемых доставили в Вахитовский районный суд, чтобы избрать им меру пресечения. Разговаривать с прессой ни один из них не захотел. Это один из директоров компании Кирилл Васильев. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Комментировать на камеру он ничего не захотел, но на процессе заявил, что свою вину не признает. По версии следствия, обвиняемые ходили по квартирам и выбирали себе в жертвы исключительно пенсионеров. Они представлялись госслужащими и говорили, что пришли проверить газовые счетчики и плиту, после чего навязывали свои услуги. Говорили, что им срочно нужно поменять то или иное оборудование. В противном случае грозит крупный штраф. Также вводили в заблуждение пожилых и тем, что у них есть якобы уникальная возможность все обновить. Ведь, по словам мнимых газовиков, 60% требуемой суммы оплатит государство. Менять владельцам квартир ничего не надо было. Ущерб пенсионерам превысил 600 тысяч рублей. Об этом органам предварительного следствия рассказал свидетель, работавший когда-то в этой организации менеджером. Все эти махинации были совершены с февраля 2018 по август 2019. Задержали подозреваемых только накануне. И на скамье подсудимых оказались два директора фирмы и один из менеджеров. Судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления. Данные личности обвиняемых, а также то, что находясь на свободе, они могут скрыться от предварительного следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства. Все трое свою вину не признают. В итоге суд отправил Кирилла Васильева, директора фирмы и менеджера Булата Белалова на два месяца в следственный изолятор. Еще один директор Лилия Нигмадзянова суда будет дожидаться под домашним арестом. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте.